Председатель Кабинета министров Михаил Мишустин заявил, что акушеркам и медсестрам будут выплачивать подъемные компенсационные средства получат те, кто переедет работать в села или небольшие города. Количество жителей в населенных пунктах не должно превышать 50 тысяч человек. Специалисты, которые переводятся в дальневосточные и арктические регионы или на крайний север, получат 1 миллион рублей. Сотрудники, переезжающие на остальные труднодоступные территории, смогут рассчитывать на материальную поддержку в 750 тысяч рублей. Другим назначат 500 тысяч рублей. Предполагается, что принятые меры позволят избавить местности от кадрового дефицита, а медпомощь на сельских территориях сделают более доступной. Такие преференции помогут в решении проблемы кадрового дефицита и сделают медицинскую помощь более доступной в сельских территориях. А также поддерживают медицинских работников во время распространения инфекции. В этом году на Ямале 236 врачей получили работу в медицинских организациях округа. В регионе действуют программы поддержки для привлечения врачей в медицинские организации «Земский врач» и «Врачи, нужные Ямалу». Молодые специалисты получают единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей и ежемесячную выплату, равную 8 тысячам. С этого года работники здравоохранения первичного звена и скорой помощи получают служебные квартиры, которые они смогут оформить собственность спустя 10 лет рабочего стажа.